Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Неделя насыщена макроэкономическими событиями, вчера были протоколы ФОМК опубликованы, в пятницу нас ждет Non-Farm Payrolls, но на текущий момент давайте посмотрим, как вчера рынок среагировал на публикации и что нас будет ожидать сегодня. Начнем как всегда с пары евро-доллар, по паре евро-доллар вчера в момент публикации новости мы видели попытку уйти в область минимума в предыдущей торговой сессии, но минимум не был обновлен, соответственно подтверждения на дальнейшее нисходящее движение у нас не было, все осталось в рамках той тенденции, которую мы отмечали ранее, поэтому на текущий момент приоритет на покупку по паре евро-доллар остается до тех пор, пока пара торгуется выше минимумов, которые были зафиксированы вчера и на предыдущей торговой сессии 4 апреля. Ближайшая цель по данному движению, как среднесрочная цель, это движение в область 1.08.86, с последующим обновлением максимума и уже дальнейшим укреплением пары евро-доллар. Британский фунт вчера также торговался в достаточно узком диапазоне, мы видели 4 числа уход ниже минимумов 3, попытку уйти ниже, но тем не менее вчера цена вернулась обратно к этому диапазону и сегодня торгуется у максимумов уже вчерашней торговой сессии. Если говорить о повторных покупках по данной паре, по данному инструменту, то здесь необходимо по крайней мере закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии и уйти выше отметки 1.24.98, тогда мы получим второй подтверждающий сигнал на покупку по данному инструменту, дальнейшему движению на укрепление британского фунта. Пара австралийский доллар и американский доллар все также продолжают свое нисходящее движение, на текущий момент коррекционный уровень мы можем уже перенести на максимум, который был зафиксирован вчера, так как сегодня мы видим уже обновление минимума 4 апреля, соответственно тенденция текущая продолжается нисходящее, ближайший среднесрочный уровень по данной паре находится в области 74.96, как мы отмечали ранее. Вблизи данного уровня вероятно формирование разворотного паттерна на дальнейшее движение уже на укрепление австралийца. Если мы увидим уход ниже, а в среднесрочной перспективе ниже отметки 74.94, тогда уже можем говорить о продолжении нисходящего движения по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар, как мы отмечали ранее, вышла из бокового движения, который был отмечен границей 34.12, верхняя граница нижняя 32.90, и сейчас закрепляются выше данной отметки. Что нам говорят краткосрочные таймфреймы? На часовом таймфрейме у нас 4 числа был сформирован минимум. Вчера также пара подошла вплотную к этому уровню, но он обновлен не был, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление американского доллара остается в силе до тех пор, пока торгуемся выше отметки 1.3376, минимум который был зафиксирован вчера, и минимум который был также 4 числа. Пара американский доллар, японская иена вчера скорректировалась, но не ушла выше отметки 111.57, локальный максимум, который мы отмечали ранее, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление американского доллара в данной, на ослабление американского доллара в данной валютной паре остается в силе. Ближайшая цель это уйти ниже минимума 110, закрепиться за этим уровнем и дальше уже пойти на 109. По индексу DAX не смогли начать движение в сторону обновления локальных максимумов, вчера мы увидели уход ниже минимума 4 числа, что в свою очередь отменяет сценарий на дальнейшее укрепление, по крайней мере на текущий момент. Соответственно для того, чтобы уже отслеживать сделки на покупку по индексу DAX, необходимо уйти выше максимумов, которые были зафиксированы вчера по значению 12.312. На текущий момент находимся в нисходящей коррекции по данному активу. По золоту вчера мы видели, в середине торговой сессии видели уход ниже 1252 долларов за тройскую унцу, дошли до значения 1243, но к концу торговой сессии обновили максимум и закрылись практически по ценам, чуть выше цен открытия, что в свою очередь нам может говорить пока о неготовности на движение нисходящее. Соответственно на текущий момент, если говорить о продолжении покупок по золоту, о возобновлении их, то здесь нужно у паре, прошу прощения, золоту закрепиться как минимум за 1261. На мой взгляд это будет наиболее значимый сигнал на подтверждение дальнейшего движения на укрепление золота. В свою очередь, если в ближайшие несколько торговых сессий мы увидим уход ниже отметки 1243, то в этом случае мы можем говорить о начале краткосрочной нисходящей тенденции по данному активу. Нефть марки Brent после обновления максимумов, которые были на 3 числа, уходит выше отметки 55-53, и вчера доходили до значения 54-90, сейчас на несколько скорректировались в области 53-81, но на текущий момент тенденция на укрепление нефти марки Brent также остается в силе. Ну и индекс доллара, вчера как раз в момент публикации протокола ФОМК мы видели то, что индекс доллара доходил до значения 100.92, но к концу торговой сессии опустился к минимуму и фактически не смог уйти выше максимальных значений. Поэтому на текущий момент коррекционный уровень остается тот же, который мы отмечали в предыдущем обзоре, это значение 128, а 100.28, соответственно, если индекс доллара уходит ниже данной отметки и закрепляется за этим значением, то мы можем уже отслеживать тенденцию на ослабление индекса доллара. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok